здравствуйте уважаемые садоводы меня зовут константин шишко я садовник мастер топиарной стрижки хотелось бы обсудить с вами проблему в саду которая складывается часто у садоводов когда высаживают растения проходит время и никто за ними не ухаживает и они и этот участок превращается в неприглядный вид в данном случае у нас имеется можжевельник курива gold интересный но он накрыла его алыча и в общем здесь беспорядок хаос мы не видим не читаем вот хотелось бы показать как это привести в порядок первым делом мы удаляем алычу для того чтобы раскрыть вот этот можжевельник и показать его а потом я его подстригу в стиле бонсай алычу мы удалили и сейчас будем заниматься можжевельником вот этим который у нас в общем-то на нем мы делаем акцент мы будем выделять какие-то уже выращенные элементы и подчеркнем какие-то особенности этого можжевельника начинаем начинаем удалять ненужные ветки до сорняки этот процесс довольно медленный тем не менее мы делаем это все нет мы это ну это предварительно мелкие детали мы уже дальше будем постепенно приводить в порядок есть элементы которые уже лежат на земле пока мы занимаемся вот этим элементом беру в руки кусторез и будем его стричь стрижка это предварительно и когда мы уже будем видеть что нам делать как конкретно мы тогда будем уже более детально каждый элемент подстригаем низ все павшие листья тоже убираем а ии и и один элемент уже готов сейчас только будет время нужно каждый год его стричь стричь и он будет заполняться вот это вот эта лапка уже этого можжевельника лежит на земле поднять да довольно сложно сейчас мы посмотрим что можно сделать что-то мы будем удалять еще вот здесь мы удаляем одну из веток которую которая уже лежит на земле а это быстрее всего мы немножечко приподнимем потом до начинаем стричь сокращать вот эту массу поднять и зафиксировать мы потом дальнейшем возьмем какой-то камень и приподнимем ее сейчас я начну заниматься следующим элементом продолжаем у нас есть интересный все эти элементы не должны быть одинакового размера и вот в данном случае как раз хорошо получается что вот этот элемент будет такой немножечко поменьше и разные высоты поэтому все аккуратненько удаляем всю ненужную поросль да в дальнейшем конечно нужно будет все убрать все сорняки все а еще лучше сделать на гравейной отсыпки или на какой-нибудь чтобы это все читалось лучше двигаемся дальше да да ну вот выделили мы вот этот один маленький элемент а следующий элемент он будет побольше но для этого нам придется кое какие-то элементы удалить и привести в порядок для того чтобы они прочитывались поэтому мы лишнее удаляем и надо чтобы каждый элемент выделялся то есть он не не соприкасался с тем поэтому мы многие веточки удаляем для того чтобы они прочитывали все и мы самое главное чего мы добиваемся в данной ситуации мы видим интересный фактурный ствол этого можжевельника который подчеркивает его индивидуальность ну вот сформировали такие такие элементы должно получиться нечетное количество и у нас этих элементов в общем то получается 5 и это правильно вот один элемент 2 3 вот это 4 и на заднем плане 5 мы еще с ним будем работать сейчас я буду заниматься вот этим элементом не делаем острых углов они должны быть более закругленные все формы ну и продолжаем продолжаем стричь продолжаем стричь вот этот элемент где-то машинкой где-то вручную сокращаем ту массу в дальнейшем получается так что вот эта масса она будет наращиваться сверху и будет становиться плотной но это потребует постоянной стрижки постоянной как только что-то отросло сразу мы это все удаляем мы закладываем определенную форму в общем то с которой в последующем нам надо будет и работать это как каркас сейчас мы занимаемся пятым элементом следует обратить внимание что вот этот элемент который у нас есть то всегда снизу вот эти веточки подбираются для того чтобы фотосинтез и все наращивалась масса сверху поэтому мы аккуратненько все связали здесь и начинаем заниматься вот этим последним пятым элементом сокращаем массу но он тоже лежит практически на земле поэтому мы потом в последующем его тоже поднимем немножечко над землей наверно камушек подложим сейчас я возьму куста рез и куста резом приподнимаем его потому что нам надо видеть что он себя представляет потому что рос под деревом и он весь в опавшей листве после еще весны хотя уже середина лета это говорит о том что никто не ухаживал за ним берем ножницы мощные и ненужные ветки которые лежат на земле мы удаляем легко опять раскрываем ствол показываем его красоту и фактурность изгибы в этом-то и интерес есть тоже ну вот в общем то основа готова но в любом случае не будет не будет не будет он смотреться интересно если не будет убран весь мусор не будет все выграблено старое листва то есть он должен не тонуть в сорняках а должен быть на чистом лучше сделать его на отсыпочки из щебня или там цветного или там еще какого-то или на какой-то отсыпки но это уже дальнейшее и вот этих два элемента которые у нас в общем то лежат на земле их надо приподнять в данном случае мы взяли ту же лучу которая все это дело закрывала и спилили две колодочки подкладываем под одну сторону и под другую этого растения приподнимаем над землей приподнимаем для того чтобы для того чтобы эти элементы прочитывались они лежали на земле тогда за ними будет легче ухаживать и они будут видны простите я перепутал ничего вот это сюда а вот это сюда ну и за ними будет легче ухаживать и они будут подстригаться снизу но все равно первое правило это конечно все содержать в порядке все приросты этого года всегда как только они появляются мы удаляем ну и вот хочу обратить внимание есть такой материальный аспект что вот такой можжевельник садовом центре буквально через пару лет стрижки в нашем саду он будет стоить 2000 долларов в данный момент мне потребуется немножечко времени чтобы все привести в такой идеальный порядок каждую веточку к веточки иголочку к иголочке чтобы был порядок а в дальнейшем конечно все равно придется сделать какую-то отсыпку ну это уже в другой раз таким образом саду можно поддерживать вот можжевельники в таком состоянии но и из опыта знаю что во многих садах вот таких можжевельников еще каких-то растений великое множество и вот на этом примере можно видеть как можно привести это все в порядок но не только касается можжевельников и других растений у всех создается иллюзия что за растениями не надо ухаживать на самом деле если не ухаживать они все равно будут деградировать где-то где-то будут засохшие ветки где-то будет какие-то ветки доминировать за всем нужно ухаживать я всегда привожу такой интересный пример что если вы сделали хороший ремонт в квартире то саду тоже постоянно нужно проводить какой-то условно ремонт то есть подстригать где-то что-то какие-то растения санировать удалять нижние ветки это постоянный процесс то есть невозможно сделать и забыть я надеюсь что эта информация была для вас полезна всего доброго до свидания